Эй, всем хей, дорогие друзья! И с вами Даня Флай. И, в общем-то, сегодня я решила записать видос на довольно интересную тему. А именно, скатилась ли валюта синее Г-кубы или же нет. И, ребят, заранее говорю, видос получился очень и очень интересным. Поэтому обязательно смотрите его до конца. Ну что ж, ребята, берите чай, печеньки, ну а мы поехали! И что ж, ребята, как мы знаем, в Блок Монгоу есть 4 валюты. Первая валюта это клановые монеты, за которые можно купить какие-то клановые вещи. Также простые монеты, также золотые Г-кубы и, как вы уже поняли, синие Г-кубы. Ну что, ребята, чтобы мы узнали, скатилась ли валюта синей Г-кубы, мы должны окунуться в историю Блок Монгоу. Итак, на дворе 2016 год, и разработчики создали такую игру, как Блоки Модз. И тогда синие Г-кубы назывались Алмазами. Но, ребят, поверьте, это синие Г-кубы, только у них немного была другая текстурка. Ну что ж, ребята, наступает 2017 год. И разработчики удаляют игру Блоки Модз и добавляют наш любимый Блок Монгоу. И туда начало заходить довольно много игроков. И в основном все игроки покупали все за монеты. И там и скины, и там одежду, вкладывали в клан монетки. И никто даже не думал донатить. А те, кто донатил, считались реально какими-то крутыми чуваками. Их реально уважали. Потому что тогда вообще за Г-кубы можно было купить абсолютно все. Я серьезно. То есть там можно было купить абсолютно любые крутые скины. Также можно было вложиться в клан вообще парочку кубов. И ваш клан же реально в топе. Можно было купить абсолютно любую вещь в какой-то мини-игре. Можно было вообще везде их тратить. И вы реально считались очень крутым чуваком. Ну что ж, наступает 2018 год. И донатер становилось все больше и больше. Но, ребят, по-прежнему все НИГ-кубы очень-очень сильно ценились. За них можно было купить абсолютно все, что ты захочешь. И в ивентах можно было все, что ты захочешь купить. Ну, в общем-то, ребята, под конец 2018 года я влетаю в этот Блок Монгоу. И просто начинаю дохрена донатить, разумеется, с маминой карточки. Вообще за всю историю игры Блок Монгоу я задонатил где-то 12 тысяч рублей. Ну, в общем, ребята, не суть. Потом, ребята, наступает 2019 год. И, ребята, этот год был самый худший для синих Г-кубов. Потому что где-то в середине 2019 года добавляют золотые Г-кубы. И, ребята, и пока что вообще в 2019 году синие Г-кубы и золотые Г-кубы были равны. И тогда вообще никаких вопросов не было. Но наступает 2020 год. И разработчики потихоньку начинают обесценивать синие Г-кубы. Сначала разработчики сменили обложку синих Г-кубов на золотую. И также разработчики убрали вообще все донаты в мини-играх за синие Г-кубы. И поставили туда только золотые. И также вообще разработчики потихоньку вообще начинают добавлять какие-то очень топовые вещи, которые можно было купить только за золотые Г-кубы. Ну, ребята, под конец 2020 года разработчики делают одну очень плохую вещь, из-за которой синие Г-кубы практически полностью скатились. А именно, всем тем игрокам, у которых был и МИПИ, либо ВИП+, либо простой ВИП, в зависимости от того, сколько у них было дней до конца ВИПа, разработчики выплачивают определенное количество синих Г-кубов. Мне вот, например, выплатили 1840 синих Г-кубов. И, ребята, вообще все офигели от такого, никто не понял. Кому-то даже выплатили по 10 тысяч синих Г-кубов. И потом, ребята, разработчики просто начали массово всем раздаривать вот эти синие Г-кубики. И все, ребята, практически вообще у каждого игрока их уже было на аккаунте минимум 500. И вообще все игроки начали массово донатить и всякое такое. Ну что ж, ребята, наступает 2021 год, наш год. И, ребята, уже все, валюта синие Г-кубы практически полностью скатилась. Но из-за того, что разработчики начинают массово всем раздаривать синие Г-кубы, и при этом за синие Г-кубы можно купить какие-то топовые скины, то вообще экономика игры начинает трещать по швам. И раньше мой скин считался каким-то супер-донатерским, но сейчас он считается скином вообще какого-то простого игрока. Потому что разработчики всем раздарили какие-то олдовские вещи, которые были только реально у истинных олдов, которые играют вообще там с 2017-го, 2018-го года. И всякое такое. И игра Блокмонгоу реально начинает скатываться. И как мне кажется, где-то через месяца три у разработчиков просто начнут массово заканчиваться деньги. И они просто удаляют валюту в синие Г-кубы. Ну и все. Но как мне кажется, эту ситуацию особо не спасет. Ну что ж, какие выводы? Валюта синие Г-кубы полностью скатилась. Хоть и на синие Г-кубы можно вложиться в клан и купить какой-то топовый скин, но из-за того, что разработчики всем просто раздаривают топовые вещи, как вы уже понимаете, все вообще капец экономике Блокмонгоу. Ну что ж, ребята, вот такой вот видос с грустной статистикой получился. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока-пока!